Что главное? Здоровье. Вот с него сегодня и начнём. Сегодня эта вечная тема, увы, всё чаще присутствует и в разговорах людей. Я, наверное, не смогу уже назвать кого-то из своих близких и родных, у кого бы не было уже своей истории, истории болезни. Как минимум, кого-то из близкого окружения. Четыре месяца мы живём с этой темой на устах, и, как это ни странно для многих, но потихоньку сбывается всё, о чём говорили учёные изначально, а не те люди, которые считают, что им всё ясно заранее. На дворе август. Что нам известно? Немногое. Нам известно, что это так просто не кончится. Нам известно, что уровень образования в нашей стране недостаточен для того, чтобы рассчитывать на понимание и когнитивные способности граждан. Каждый раз, когда я это говорю, мне неудобно. Но то, что это была эпидемия глупости, это известный факт. Я сказал «была», и немногие со мной согласятся. Одни, потому что считают, что её и не было вовсе. Другие, потому что полагают, что она далеко не закончилась. Я бы присоединился скорее ко вторым. Я сказал «была» лишь потому, что мне кажется, что эпидемия глупости, во всяком случае, кончилась. То, что мы наблюдаем сегодня, это скорее эпидемия усталости. Это если дать небольшой аванс обществу. Бесшабашное поведение – это не всегда результат отрицания угрозы. Это результат непонимания того, что такое хорошо и что такое плохо. И мы здесь все эти месяцы как-то пытаемся менять вот эти настройки общества, вручную менять. Автоматом не получается. Люди не приемлют чужих советов, если вот как-то эмоционально им что-то не нравится. Что до эпидемии, то, конечно, она не прошла. Есть лишь ощущение, что подходит, кажется, к концу некий первый этап. Возможно, самый тяжелый. Мы видим, что случаев заболевания становится действительно меньше. Об этом поступают сведения из многих госпиталей. Это не значит, что больных мало. Нет. Это значит, что вся система здравоохранения работает напряженно, но не на износ. Вот что это значит. И мы уже можем чуточку перевести дух настолько, чтобы оглянуться назад и посмотреть. А что же мы сделали? Масштаб. Давайте ощутим его. Что сделано было в системе здравоохранения за эти месяцы? 45 медицинских организаций были перепрофилированы. Развернуто 4728 инфекционных коек. Мы в нашей программе неоднократно показывали это изнутри. И в 7-й казанской больнице, и во временных госпиталях в районных центрах. Во многих городах плановая медицина была практически приостановлена. Больницы перестали лечить от чего-то, кроме ковида. К этому сейчас мы еще вернемся. Далее. Там нужно кому-то работать. Привлечено для этого 15 842 медицинских работника, 8 617 работников госпиталей и 341 водитель скорой помощи, который сейчас выезжает на вызов, конечно же. На оснащение госпиталей направлено 2 миллиарда 700 миллионов рублей. Это компьютерные томографы, аппараты ИВЛ, автомобили скорой помощи, защитные костюмы для медперсонала и так далее. Еще в апреле было принято решение о строительстве новых корпусов инфекционной больницы в Казани. И она построена менее чем за 100 дней. На этой неделе работы завершены. Там еще до 500 коек. Итак, вернемся немного к началу. 45 больниц, 4728 коек. Вопрос. Все ли они заняты сейчас? Мы не смогли бы ответить на этот вопрос еще недели две назад. Ну, ясно, что не все. Но насколько? Тогда вот сложно было сказать. Сейчас ответа точного тоже нет. Но есть некие знания, добытые, как говорят ученые, эмпирическим путем. То есть мы видели, сами видели, что в некоторых госпиталях количество свободных коек уже более 50%. Таких госпиталей немного, но они есть. В мае-июне, например, такого не было вообще нигде. Есть такие примеры уже даже в набережных Челнах. Возможно, именно оттуда, как ни странно. И начнется в республике постепенный возврат больниц к нормальной жизни. Азатлык в набережных Челнах. Площадь Свободы. Возможно, самая большая зеленая зона города. Города, который ощущал в последние месяцы этого года не так уж и много свободы в связи вот со всей этой ситуацией с вирусом. Города, который представлял из себя одну большую красную зону взамен зеленых. Возможно, самую красную в Татарстане. За что ему неоднократно приходилось краснеть. Мы здесь сегодня, потому что именно этот город первым в Татарстане заявляет о том, что краснеть ему больше не придется, и ситуация меняется. В ситуации, когда мы не знаем не только то, что будет завтра, но и то, что было вчера и происходит сегодня, это очень смелое заявление. Тем не менее, мы решили это проверить, и мы убедились, что ситуация меняется. Ситуация движется. Главное, чтобы двигалась она не по спирали. На самом деле, мы с вами сейчас смотрим вдаль и на далекий коридор смотрим. Да, на коридор поликлиники мы сейчас смотрим. В связи с появлением ковида. Ветераны такого не видели никогда. В мае набережно-челнинский госпиталь ветеранов войн сам ушел на войну. И полным составом, что большая редкость сегодня, как им кажется, дошел уже почти до Берлина. Потом когда-нибудь вы как Берлинскую стену будете это, наверное, делать. Да, торжественно. Таким удовольствием, наверное, да? Да, да, да. До Победы, может быть, еще и далековато, но каждый тут сегодня ветеран. В чистой зоне госпиталя проходят реабилитацию уже другие ветераны войн. Те, кто переболел коронавирусной инфекцией. Они больше не носители вируса, но долговременные последствия его влияния на организм мало изучены и, увы, очень обширны. Вы сейчас с этим больным спрашиваете? Нет, 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 нет. Ковид уже прошел, в легких уже вируса нет на сегодняшний день, но они тяжелые. То есть, получается, вирус поразил еще, кроме того, что легкие поразил, еще поразил все другие остальные органы. И человеку нужно восстановиться. Когда вы перестанете лечить больных ковидом, вы не перестанете их восстанавливать? Не перестанем, нет. Тех, кто переболел. Тех, кому еще только предстоит излечиться от ковида, в госпитале сейчас 64 человека. За три месяца это рекордный минимум. Здесь с 4 мая развернуто было 85 коек, и ни одна из них не пустовала все эти месяцы. Это бросается в глаза в красной зоне. По одному, по два человека в палате обычно. Тяжелых больных практически нет уже. Теперь больше времени на каждого из них, и люди, завидев камеру, которой тут никогда еще не бывало, сами просят нас дать им сказать. Спасибо этой больнице, спасли меня. Все такие врачи, все такие сестры, как птички бегают, ухаживают. Я такого еще не видела. Какая благодать. Девчоночки эти, умнички, они просто не работают, а летают. И отпускают меня без всякого внимания. Как я благодатная. Я уже позже хотела выйти, ей-богу пойти в кассеты и написать за вашу. Однажды этим пациентам дадут возможность узнать в лицо своих спасителей. В госпитале надеются, что будет это уже к концу августа. Надеются, что это и будет конец. Может быть, мы хотели бы с ними встретиться без этих наших масок, поздороваться с ними, чтобы они нас увидели в лицо, мы их увидели в лицо, чтобы мы порадовали, что они наконец-то восстановились. И наши, наверное, сотрудники с удовольствием будут жить спокойно в своих семьях, с детьми. Вот это для нас будет, наверное, самый большой подарок. А сейчас не живут? Сейчас кто-то живет, а большая часть они живут все-таки здесь. Люди настолько стали бесстрашные, что без массы ходят, без этого, и они друг друга заражают. У нас сейчас перемешается все, не хотелось бы этого. То есть, если бы люди были более культурные, более адекватно относились к своему здоровью, было бы, наверное, лучше. У вас бы сейчас уже здесь никого не было? Ну, вообще да. То есть, если бы вот прямо вот как у нас положено изначально было, самоизоляция. Потихоньку разгружаемся, освобождаемся, потому что готовимся к плановой, если в обычной работе, сегодня-завтра мы полностью освободимся, потом проведем полную заключительную дезинфекцию. А вот в пятой горбольнице Челнов кажется полностью готовы к возвращению к плановой медицине уже к началу следующей недели. Из трехсот почти коек сейчас заняты лишь сорок шесть. Закрываемся потихоньку, как инфекционная больница. Сложно даже поверить, что это в Челнах. Но это факт. Мы обошли множество полупустых палат. И здесь мы всюду встречаем людей, переменивших свое мнение и о больницах, и о людях здесь работающих, и вообще о жизни в целом. Мы тоже об этом сейчас убеждаем. Берегите себя. Ничего не надо в этой жизни. Берегите себя. Одевайте маски. Все не обращаюсь. Берегите себя. Если бы каждый следовал правилам, здесь бы уже сегодня лежали бы другие больные, которые ждут своих врачей. Хирургов, неврологов, терапевтов вот уже несколько месяцев. Они все тут как чужие на этой войне. Пациенты, потому что считали себя неуязвимыми. Врачи, потому что готовились не к этого рода военным действиям. Им хочется верить, что они возвращаются с этой войны. Для вас, как для заведующего отделением реаниматологии, это в первую очередь возможность вот это все из себя снять, как минимум, да? Снять сразу не получится, потому что ведь неизвестно. Поступать будет много людей, и могут и коронавирусом тоже попасть. Все-таки вы вот это все не сразу снимете, да? Тем более сейчас все с югов поедут, да? Да, вот все, да. На юге сейчас школы откроются. Из оптимизма нет выхода. Выход есть только из пессимизма. Лишь бы теперь хватило сил на тех, кто ждал их все эти месяцы. Во-первых, и устали, честно сказать. В жаркие дни устали. И, ну, на самом деле, хочется уже опередать. В бой на основном это работает. Останется только, наверное, сказать еще раз людям, чтобы вели себя соответствующим образом, что-то такое на себе имели, потому что впереди сентябрь. То, что отзыв организации не даст соврать, то есть ковид-то он остается. Он никуда не делся. И при приеме планов, они все потенциальные, они все равно могут быть заболевшими. Поэтому беречь надо себя. На это время, значит, наши больницы не принимали больных. Поэтому в этой части тоже есть определенный позитив, что больницы перейдут в ближайшее время на плановую работу. И поликлиники, и больницы войдут в плановый режим. Это тоже очень важно для сохранения жизни и здоровья наших челнинцев. Это уроки, которые мы должны усвоить. В Челнах нужно строительство еще одной многопрофильной больницы. Минимум на 600 коек. Мы видим, что такая серьезная больница в ближайшее время будет построена в городе Казани. Но до Казани далеко. Поэтому в данном случае все жители 17-й района Закамья должны получать хорошую высококвалифицированную помощь здесь, в городе Набежные Челны. Оттягиваем и снимаем. Вот так. Оттягиваем, снимаем. Вот так. И все наши врачи жили все эти месяцы. Оттягивали, снимали. Сколько можно было оттягивать? Оттягивали. Это теперь, да? Оттягивали сколько могли практически. Ну и вот, видимо, настал тот период, когда можно будет снять с себя это все. И, наверное, даже... Помогите, пожалуйста, здесь. Возможно, даже снять не на время, а навсегда. Уроки, которые мы извлекаем из эпидемии, необходимы, как любое лечение. Мы пока не знаем, как лечить ковид. Но мы уже знаем, как лечить нашу систему здравоохранения. Челнам нужна больница на 600 коек. Казани нужны новые корпуса инфекционки на 500 коек. Скорой помощи Казани необходимы, как воздух, еще 40-50 автомобилей. А значит, нам нужны еще тысячи специалистов, врачи, медсестры, санитары, водители. Это не сделаешь за 100 дней. Годы нужны. Однако это все то, что мы увидим скоро, в ближайших планах и стратегиях. Если же говорить о будущем совсем близком, то у Минздрава Республики две задачи до 2021 года. Вернуться к плановой медицине, к нормальной жизни, в которой есть место не только помощи экстренной. И тем не менее, обратить внимание на тех, кто, казалось бы, излечился от ковида. На эту тему можно говорить очень много. Сегодня ежедневно практически выходят серьезные исследования о том, какие последствия может нести это заболевание. Если человек вылечился, и он не заразен, это еще далеко не значит, что он так же здоров, как раньше. Все здесь очень индивидуально. Но уже есть множество общих для разных людей из разных уголков мира последствий перенесенной болезни, которые очень опасны. Мы обязательно вернемся к этой теме в ближайших программах. Мы в ответе сегодня из-за тех, кого мы излечили. Ну а что касается реальности возвращения к обычной жизни, повторим еще раз то, что говорили всегда. Мы не знаем. Это лучший ответ сейчас, который помогает, как минимум, не заблуждаться. Осень есть осень. Будет много вернувшихся из-за границы людей, будет много вернувшихся из школы детей, будет много чего нового и такого, что еще совсем не опробировано на практике. Так что мы еще долго будем, наверное, благодарить наших врачей. Все выпуски программы «7 дней» смотрите на YouTube-канале ТНВ.